Анатолий Артамонов Наработки авиационной отрасли в мирное русло. Сегодня из композиционных материалов можно создавать все, начиная от поезда и заканчивая торговым киоском. Кузница кадров. 50 лет обнинским медтехникам готовит младший медицинский персонал для городских больниц. И теперь подробнее об этом. Кадровую чистку решили провести среди чиновников региона, чтобы уменьшить бюджетные расходы. С таким предложением выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Во-первых, каждый, кто будет принят на вакантные должности, должен получить личное одобрение главы региона. А во-вторых, необходимо проконтролировать, кто из служащих какую работу выполняет, и оптимизировать труд. Таким образом, сократить муниципальных и государственных служащих необходимо на 20%. Кстати, в своем выступлении на заседании регионального правительства Анатолий Артамонов вновь поднял вопрос об отказе от служебных машин. Тем чиновникам, кто не захочет ходить пешком, не по пути с губернатором. Тему кадрового сокращения затронули и на рабочем совещании главы администрации в Обнинске. Однако, тема сокращения количества чиновников не стала главной на рабочем совещании главы администрации. Штормовой предупреждение из-за сильного ветра уже второй день объявлено в Обнинске. Но сегодня опасаться стоит не только ветра, но и тонкого льда на водоемах. На трех водоемах города, Белкинские пруды, Комсомольские пруды и река Протла установлены знаки, запрещающие выход на лед. Плюсовая температура за окном не лучшим образом отразилась и на подъеме заболеваний. За прошедшую неделю зарегистрировано 610 случаев заболевания респираторно-вирусными инфекциями. Мы имеем 449 случаев среди детей. Уровень заболеваний в остальных инфекционных паразитах на обычном уровне. Превышения по области у нас на сегодняшний день гриппа нет. Однако больше сегодня беспокоит медиков не сезонные заболевания, а бешенства, которые, возможно, будут выявлены в Обнинске. По подозрению на бешенство в отношении лисы, завтра мы, Татьяна Сергеевна, собираем комиссию и решаем этот вопрос. Потому что случай не один, а на сегодняшний день нет у нас результатов лабораторных исследований. Потому что пока материалы больного животного находятся в городе Калуги, поведена биопроба, которая окончательно даст нам результат. Избавиться от этой болезни среди животных попросту невозможно, как и вылечить ее. Спасти от смертельного заболевания может только своевременная вакцинация, еще раз напоминают медики. Не могли обойти стороной и аварию на очистных сооружениях, которые на прошлой неделе всколыхнуло Обнинск. Провести внутреннее расследование и установить, почему подрядчики проводили работу, не согласовав их предварительно с водоканалом, такое распоряжение дал глава администрации Владислав Шапша. И еще раз подчеркнул, основным минусом в ликвидации аварии стала несвоевременная информация. И здесь я говорю всем, не только водоканалу. В случае возникновения каких-либо ситуаций неплановых, нужно немедленно информировать, что эти руководители до этого здесь работают. Ну а финал планерки прошел на оптимистичной ноте. Сегодня в Обнинске во всю идет конкурс «Таланты России», итоговый концерт которого пройдет в Первом Наукограде накануне Нового года. А лучшие голоса Обнинсам предстоит услышать еще раз на 60-м дне рождения Обнинска. Евгения Власек, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. Антитурецкие санкции докатились и до Калужской области. Проект турецкой компании «Кастамону» по строительству деревообрабатывающего завода в регионе был приостановлен. Доработать проект попросили в Федеральном министерстве экономического развития. Дело в том, что на заводе планировали привлекать к работе турецких граждан. А в связи с последними событиями Россия ввела запрет на работу в нашей стране граждан Турции. Соглашение между правительством Калужской области и турецкими инвесторами было подписано в октябре прошлого года. Теперь турецкой стороне необходимо доработать проект и представить на суд Федерального ведомства России. А накануне выходных журналисты отправились в пресс-тур по предприятиям региона. Экскурсию для представителей средств массовой информации организовали региональные министерства внутренней политики и массовых коммуникаций совместно с Министерством промышленности и малого предпринимательства области. Также инициатором этого мероприятия выступило Агентство инновационного развития Калужской области. Среди предприятий были и те, кто входит в Калужский кластер авиационно-космических технологий, используя наработки при выпуске продукции гражданского назначения. Считайте, с 1995 года начинали мы с трех человек, начинали с арендных площадей. И где-то за 20 лет, у нас сегодня, чтобы вы знали, существует пять предприятий. Это группа компаний «Полетуши». В год и без времени Валерий Шербаков, как и многие тогда, создал свое малое предприятие, чтобы создавать продукцию гражданского назначения из композитных материалов. Все, что было в арсенале, это знания. На них и сделали ставку. Вот наполнитель разного типа стеклорогожи, стеклоткани, стекловуали и так далее. Вот из этого все оно формирует. Дословный перевод термина «композит» – сочетание нескольких элементов. На деле же сочетаются материал, конструкция и технологии. Преимущество изделий из композиционных материалов – разная нагрузка, которая может выдерживать один предмет. И здесь, в зависимости от поставленной задачи, одна деталь может в одном месте выдерживать 50 килограммов, а в другом всего лишь 5. Мы первые в России разработали первый вагон из композиционных материалов, внутренний интерьер, межобластной вагон первый. Сегодня площадки компании только в Обнинском не ограничиваются. Представительства открыты в Ростовской и Воронежских областях. А вот РЖД, как и много лет назад, остается основным заказчиком. Это поезда «Спутник» и «Концепт». Вот их произведено было более чем по 200-300 вагонов, несколько составов, которые до сих пор работают. И весь внутренний интерьер – это наша разработка, и мы несколько лет производили этот внутренний интерьер. Здесь производят многое, начиная от ванны и заканчивая пожарной машиной. И если раньше одну и ту же вещь делали годами, сегодня в заказах наблюдается разнообразие. Сегодня мы выпускаем примерно под миллиард продукций в рублях, композиционных материалов. В натуральном выложении это примерно 200-250 тонн конструкций в год. И кризис здесь не помеха. В следующем году цифры возрастут еще на 200 тысяч рублей. Однако сверхприбыльным предприятие не назовешь. Все свободные деньги пойдут на модернизацию. Вот и сейчас уже построен новый цех и закуплено оборудование. И дальнейшее развитие пойдет под углом импортозамещения. Из композитов в Обнинске готовы изготавливать любую продукцию, начиная от комбайнов и заканчивая товарами медицинского назначения. А еще одной перспективной линией может стать импортозамещение в автомобильной отрасли. Конечно, проблем в этом вопросе немало, но и перспективы большие. Евгения Власюк, Олег Логинов, телекомпания Обнинск ТВ. Управление социальной защиты населения информирует горожан. Со 2 по 30 декабря в Обнинске будет проходить перерегистрация многодетных семей. Статус многодетный присваивается семье, где воспитывается 3 и более ребенка. Перерегистрация будет проходить по управлению соцзащиты Обнинска по адресу улицы Курчатова, дом 26В. Приемные дни – понедельник и среда с 8 утра до 5 часов вечера. Многодетные семьи должны обратиться в кабинет номер 5. При себе необходимо иметь следующие документы. Паспорта всех взрослых членов семьи. Свидетельство о рождении детей. Удостоверение и вкладыш многодетных родителей. Свидетельство о браке. Справку о совместном проживании детей и родителей. А также две фотографии размером 3 на 4 сантиметра. Прояснить все интересующие вопросы многодетные семьи города Обнинска могут по телефону 39 601 43. Нехватку медицинских работников особо остро воспринимают горожане. Чтобы поддержать работников этой важной сферой деятельности, город ежегодно выделяет деньги на доплату сотрудникам. Правда, нелегкая финансовая ситуация в стране отразилась и на медиках. Размер городских дотаций им уже сократили. В будущем году медикам будет выделено на 30% меньше, чем в предыдущие годы. Скорее всего, это негативно отразится на кадрах в клинической больнице номер 8. Медсестер в больницах не хватает всегда. Их труд, пожалуй, самый тяжелый и низкооплачиваемый. Подготовкой младшего медицинского персонала уже почти полвека занимается Обнинский медтехникум. Вчера там прошел день открытых дверей, где будущие абитуриенты могли узнать все тонкости предстоящей работы. На дне открытых дверей в медтехникуме побывал и наш корреспондент Анастасия Вичкаева. Обнинский медицинский техникум уже с 1966 года подготавливает кадры для местных больниц и стационаров. На сегодняшний день в медтехникуме нашего города можно научиться сестринскому делу и лабораторной диагностике. Но со следующего года в техникуме появятся новые отделения и специальности. В основном у нас образование шло после 11 классов, то есть обучение было 2 года 10 месяцев. Но со следующего года, с 2016 мы планируем открыть новые отделения. Такие, например, как на базе 9 классов сестринское дело, также фельдшерское отделение, но оно будет после 11 классов. Также очно-заочное отделение сестринского дела. На первом курсе студенты должны для себя понять, подходит ли им эта профессия или нет. Ведь работа в медицинских учреждениях нелегка, а по зарплате ее можно назвать по-настоящему волонтерской. На первом курсе, на первых этапах мы проводим профориентирование и влюбляем их в свою профессию. Потому что лучше профессии, чем медицинский работник, медицинская сестра, сестра милосердия, я не знаю. Но даже если после получения диплома судьба выпускника не будет связана с медициной, пользу от навыков, полученных на лекциях и практике, можно применить в поседневной жизни. То есть медсестра – это вообще многостаночница. И она должна быть рядом, не испугаться, не растеряться и обязательно позвать на помощь и оказать необходимую помощь, неотложную. Но студенты, которые уже взвесили все за и против и все-таки остались в медицине, смущает отнюдь несложность специальности. Ну, сначала не было какого-то доверия, когда на практику приходишь, то есть тебе не разрешают что-то делать, то есть инъекции всякие такое, а потом уже вроде все хорошо. У выпускников медицинского техникума есть выбор. Они могут продолжить обучение в ВАТ или же после получения диплома сразу попробовать реализовать свои навыки на практике. Помогаем трудоустраиваться нашим студентам в клиниках Калужской области. Ну, иногда по каким-то обстоятельствам они уезжают в Москву, но мы стараемся, чтобы они оставались, конечно же, в клиниках города и Калужской области. Все тонкости поступления постарались объяснить будущим абитуриентам. А также донесли главное – без любви к профессии освоить нелегкий труд медсестры вряд ли удастся. Анастасия Вичкаева, Евгений Соколов, телекомпания «Обниск ТВ». В субботу в спортивной школе Олимпийского резерва Александра Савина стартовали полуфинальные игры первенства России среди девушек 1999-2000 годов рождения. Первые две игры воспитанницы школы провели уверенно и переиграли своих соперников. Для выхода в финальную часть соревнований необходимо попасть в тройку призеров. Наши волейболистки считаются фаворитами и имеют все шансы на высокий результат. Наш спортивный обозреватель Николай Хнычков побывал на турнире. Первенство России среди волейболистов 1999-2000 годов рождения можно смело называть смотром ближайшего резерва для команд-мастеров. В этом возрасте спортсмены должны показывать игру высокого уровня, быть готовы физически и технически, то есть стать достойным пополнением в стане профессионала. Среди семи коллективов, принявших старт в полуфинале Огнинской зоны, по итогам двух соревновательных дней хозяйки площадки смотрятся наиболее предпочтительно. В первой игре с волейболистками Рязанской области для определения победителя понадобилось всего три партии. Подопечные Елены Новиковой и Дмитрия Федотова вчистую переиграли своих соперниц и игра была похожа на тренировочный спарринг. Легкая победа на старте сыграла злую шутку с нашими девушками. В поединке второго дня с сильной командой из Твери первую партию они уступают 25-27, затем дуэт тренеров сумел настроить игроков, и второй и третий сеты были выиграны с комфортным преимуществом в 13 и 12 очков соответственно. Четвертый стал заключительным 25-19. Команда у нас хорошая, сильная, с мощным нападением, плотной защиты, не хватает только уверенности в себе и психологической устойчивости. Болельщики ожидают, что в оставшихся играх первенства воспитанницы школы Савина подтвердят статус фаворитов и войдут в число трех команд, получивших право участия в финальных играх престижного турнира. Николай Хночков, Евгений Скалов, телекомпания Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. 150 участников собрали вторые областные соревнования по робототехнике в Обнинске. При этом специалисты утверждают, сегодня освоить роботов довольно просто. Все дети любят лего с детства, а тут оно еще и может поехать само, само что-то сделать. Конечно, это им интереснее. И учиться вот так играючи, конечно, это классно. Попробовать свои силы юные инженеры могли в семи номинациях. Гонки роботов на обычной усложненной зимней трассе, состязания роботов-манипуляторов. При этом желание освоить это направление должно возникать у детишек самого раннего возраста. У нас в школе есть предмет, технология. У нас там преподают робототехнику, где мы с помощью программы и лего составляем роботы. Поддержать молодых дарований решили и обнинские компании. Одним из спонсоров этих состязаний выступил известный оператор сотовой связи Билайн. Мы считаем, что очень важно поддерживать школьников, которые интересуются новыми технологиями. Сами разрабатывают и сами собирают роботов. И как мы видим, по количеству участников соревнований, по количеству зрителей, очень многим это интересно. Поэтому очень важно не оставлять ребят, чтобы они могли продолжать развиваться и дальше. Компания Билайн уже не первый год поддерживает такие начинания молодежи. И чтобы идти в ногу со временем, совершенствуется сама. Уже сегодня больше половины жителей Обнинска выбирают тарифы, линейки «Все». Ведь туда уже включены пакеты минут, смс, интернет. Это очень удобно, это все, что нужно для общения. А сегодня Билайн предлагает новые тарифы «Все» под названием «Все для семьи». Это инновационное предложение, аналогов которому до сих пор не было. Один из номеров, например, номер папы, становится основным. И к нему можно подключить до пяти дополнительных номеров. Абонентская плата будет списываться только с одного основного номера. А пользоваться включенными услугами могут все члены семьи. Сегодня без сотовой связи жизнь не представляют все от мала до велика. Новое предложение Билайн поможет всегда быть на связи с детьми или пожилыми родителями. Не нужно следить за балансом нескольких номеров и оплачивать несколько номеров одновременно. Можно оплатить только один номер. И это не просто удобно, но это еще и помогает сэкономить до 50% ежемесячно. Поэтому это еще и отличное антикризисное предложение. И это станет хорошим новогодним подарком абонентам от компании Билайн. К слову, юные инженеры соревнования тоже ушли не с пустыми руками. Их труд здесь оценили по достоинству.